здравствуйте я коновалов денис александрович кандидат политических наук сегодня очередной выпуск политической аналитики в котором я поговорю о том почему россия не может закрепиться в африке периодически в средствах массовой информации всплывают новости относительно того что вот россия должна вернуться в африку но что-то у нее не получается много аналитики много псевдо аналитики как правило потому что кто-то поддерживает российский режим и со слезами на глазах говорит о том почему россии не удается в африку войти закрепиться после распада советского союза россия потеряла африку из сферы своего влияния поэтому россии сейчас приходится спустя многие годы и даже десятилетия восстанавливать свое присутствие в африке но почему не получается я кратко скажу о тех причинах почему россия не может закрепиться в на этом континенте черном потому что тому есть несколько причин они банальны к сожалению поэтому аналитика может быть но надо конечно копать вглубь но те основные тезисы о которых я скажу они к сожалению вот показывают реальную ситуацию первое если государство хочет влиять на какой-то регион оно должно на него влиять регулярно контакты не должны ослабевать ослабление контактов либо вообще исчезновение этих контактов приводит к тому что твое место займут займет кто-то другой так устроена внешняя политика если ты не окучиваешь какую-то страну или регион придут другие люди которые будут окучивать а ты окажешься неудел это произошло с африкой ничего локти кусать прошло много времени и к сожалению россия сейчас кусает локти второе россия не понимает как устроена современная африка африканисты которые занимаются современной африкой их во первых немного во вторых они занимаются конкретной страной кто-то занимается в прямом смысле слова африкой но никто же не будет читать ученых интеллектуалов специалистов крупных по африканистике никто этого делать не будет а советники по африке в российском правительстве очевидно не знают всей полноты информации и соответственно анализ не могут выстраивать поэтому как можно войти на территорию которую ты абсолютно не знаешь третье инвестиционные проекты россии конечно же оказываются неудел потому что условно говоря африканские страны перекупают перекупает китай евросоюз и соединенные штаты америки если представить инвестиционную карту и разделить процент капитала вложений россии по сравнению с другими странами то увидим следующее порядка 40 процентов всего экспорта и всего влияния на африканские страны оказывает китай соединенные штаты плюс евросоюз тоже порядка там 40 50 процентов да и вот 10 процентов это все остальные страны включая россию даже если мы предположим что все 10 процентов остаются за россией согласитесь это очень маленький выхлоп инвестиционный проект россии в африке к сожалению большому оказывается неудел четвертое поиск союзников африка континент разнородный поэтому она делится на много на несколько регионов условно говоря северная африка восточная западная и центральная и все эти страны совершенно разные в них разные типы режимов какие-то более процветающие кита вообще не процветающие где-то идут гражданские войны и резня кого брать в союзники россия не понимает кого брать союзники и это в общем очевидно если мы не знаем регион мы не знаем что это за страны какие союзники и прочее россии пытается заручиться поддержкой южноафриканской республики потому что она входит в брикс но это извините одна из многочисленных стран африканского континента на южной африке долго не уедешь а как же например страны северной африки ну вот на это надо внимание обращать пятый аспект как мне кажется это военное сотрудничество которое россия пытается наращивать в африке на примере отдельных стран включая судана с которым в этом году был заключен двусторонний договор о строительстве военно-морской базы на территории судана но хорошо судану россии это будет выгодно но это не значит что другие страны просто не воспользуются этим событием и не будут оказывать сопротивление естественно еще и какое будет сопротивление оказывать потому что например саудовская аравия понимает к чему идет дело и что военно-морская база судане она на руку не будет играть точно саудитом поэтому естественно что саудовская аравия будет всячески этому противиться поэтому россия не понимает тех рисков с которыми она связывается а потому что влияние на африку может быть но необходимо обладать колоссальным количеством финансовых средств а также военного военной мощи для того чтобы в африке в африку как бы вот входить до окучивать это пространство ну шестой момент как мне кажется тоже довольно важный это политическая и экономическая ориентация стран африки многие африканские страны идут по пути демократизации и капитализации то есть условно говоря построение рыночной экономики капиталистической это не значит что там капитализм и демократия это просто конкретный ориентир почему потому что прямые иностранные инвестиции которые идут от неправительственных организаций международных они как раз идут для того чтобы развивать рыночную экономику и развивать демократию нужно ли это африканским странам кому нужно кому не нужно диктаторским государством это нужно для того чтобы процветать жировать и распределять дальше ресурсы те которые они сами произвести не могут а для этого они вынуждены как раз обманывать эти неправительственные организации притворяться что они демократизируются вот такая вот нехитрая манипуляция которые которые используют многие африканские страны но к сожалению россия в этом плане не может похвастаться прямыми иностранными инвестициями и даже вот сочинский форум который в прошлом году был где заключили россия африка с африканскими странами значит договор на 800 миллиардов долларов ну что ну то есть да это очень высокие весомые деньги они кстати сейчас не идут в оборот двухстороннего сотрудничества россии и африки то действительно что-то пошло не так и очень трудно говорить о промежуточных результатов и какими они будут там ближайшее время если вот говорить здесь и сейчас то ситуация в общем такая же как была год назад два года пять лет назад россия не понимает что нужно делать в африке это ее большая проблема ну и плюс ко всему вот седьмой аргумент слишком поздно россия включается в африку рынок уже поделен а если рынок поделен значит его переделывать переделить можно только единственным способом это с помощью войн никто в россии на войну в африканском континенте не не согласен никто воевать не будет потому что ну совершенно непонятно что делать в этом африканском континенте это те семь причин условно говоря хотя конечно может быть гораздо больше но как мне кажется эти семь причин являются самыми широкомасштабными самыми четкими и к сожалению эти для россии для российского правительства это как раз те причины которые не позволяют и не позволят в ближайшее время россии закрепиться на африканском континенте у меня на этом все подписывайтесь ставьте лайки нажимайте на колокольчик пишите комментарии я буду каждому из этих действий рад всего вам доброго до свидания до новых встреч